Яркие образы, разноцветные наряды и утонченные силуэты. В музее имени Петра Лабина настоящий кукольный бум. Здесь открылась всероссийская выставка «Всю жизнь играем в куклы». Коллекционеры собрали игрушки разных эпох. Все они выполнены из текстиля, дерева, папье-маше, авторской пряжи и других материалов. Интересно, что по внешнему виду куклы можно предположить, в каком году она была сделана. Вот такую среди коллекционеров называют «обежулька». У нее действительно нахмуренный взгляд. Смотрим костюм. Платье. Пошито строго по ней. Сделаны из шторы. Края не обработаны. Скорее всего, она вышла с фабрики в 90-е. А вот это кукла-школьница. Судя по клееному парику и состоянию ткани платья, ее изготовили в 60-е годы. По словам организаторов, сегодня на полках магазинов много современных кукол. Однако советские не теряют своей актуальности. С каждым годом их ценность растет. Элементарное старение материала. Не все куклы доживают до этого возраста. Их очень немного. Тем более в состоянии оригинальном, который без трещин, без прятин, без потертости. Это очень редкие куклы. Куклы некоторых фабрик, они просто по прошествии времени могут рассыпаться в руках. Типа ленинградской. Тема главной экспозиции выставки – Новый год. И не важно, что за окном – разгар октября. От игрушек трудно оторвать взгляд. Они такие романтичные, будто сошли со старинных открыток. Мы воссоздавали те утренники, которые у нас у многих сохранились на черно-белых фотографиях. Когда мы в костюмах лисички, в снежинках. Да, вот такие вот мальчики-зайчики. То есть это типичный детский сад, 85. Наверное, вот это вот, что у нас было в голове. И родители с удовольствием смотрят советскую куклу. И когда родитель сидит и вот так вот ее наклоняет, и она говорит «мама», у родителей такое счастье на лице. Здесь можно поиграть в игрушки, сфотографироваться и даже попробовать сделать их самому. Всего 15 минут, и настоящий оловянный солдатик готов. Железная дорога – это мечта любого мужчины, независимо от возраста. Александр Досаев за два месяца смастерил ее уменьшенную копию. Говорит, работа кропотливая, но интересная. Пока что составы не двигаются, но все еще впереди. В масштабности этого макета 1,87, соответственно, нужно было все размеры, какие есть в реальности, уменьшить в 87 раз и состыковать между собой. Все постепенно накладывалось. Сначала пассажирские платформы, затем здание вокзала, пешеходный мост, у нас сбежались дорожные пути, затем подвижной состав, затем доработка каких-то маленьких деталей, лавочки, урны для мусора, фонари. Держать игрушку в руке в разы приятнее, если она вкусно пахнет, уверена Ольга Жарина. Идея создать такого ароматного мишку пришла в голову в период пандемии коронавируса. Многие жаловались, что начинают хуже чувствовать запахи. А это первый тревожный симптом. Я тоже напугалась, что потеряю обоняние. Для этого я сделала, чтобы проверять, не пропал ли у меня нюх. К счастью, это обошлось. Этот медведь у меня набит пахучими травами лечебными. Здесь есть шабрец, есть мята, есть пижма. И поэтому он может работать как саше, допустим. Поставить его себе на полку, и от него исходит приятный аромат. Поиграть в куклы можно до 20 октября. Выставка работает с 10 до 18 часов. Ксения Баканова, Константин Головин. События.